Вчера, на прошлом листе мы уже обсуждаем, что делать. Человек, который оставил животное с дефектом и скончался, что может снизить его сделать, это с животным приравиться к деньгам или нет. Мы начали длинную брайту, что если папа оставил деньги для корбанот после своего назверута и скончался, сын деньги имеет право использовать, но если он оставил животных, животных не имеет права использовать. Мы сказали, что деньги, которые человек оставил, называются маоцтуми, которые он не распределил, эти деньги все отдаются в бетамидаш, в корбан олад недава, чтобы же это не оставалось пустым. Все эти корбанот даже там смешены, деньги с корбан хатат. Несмотря на это, все это приносится как корбан ола. Если же деньги были распределены, тогда деньги за хатат выбрасываются в мертвое море или животное остается умирать. Ола как ола приносится, ашрамин приносится как шрамин. Вопрос, и мы сказали вчера, что если отец оставил своему сыну, вернее отец выделил корбан хатат, имеет право сын этот корбан использовать? Мы сказали, что не имеет права, сказали, что есть корбан о, корбан о, корбан о, не имеет права использовать ни для того же уровня греха, ни меньше, ни больше. И даже если папа оставил деньги, он не имеет права эти деньги, которые папа оставил для своего корбана, использовать для себя. Следующий вопрос, спрашивали до Брайта, а что если человек выделил деньги для одного греха, хочет использовать их для другого? Сначала спрашивает Брайта про корбан. Человек выделил животное. Он нарушил два одинаковых греха. Один запрет – кушать кровь, второй запрет – кушать жир, хелев, запрещенный жир. У обоих наказание одинаковое, корет, он выделил корбан, когда он съел кровь. Может ли он сейчас поменять этот корбан и использовать его на корбан для хелев? Говорит Брайта, не имеет права. И даже если он поменял, он не сделал мейла, он не нарушил. Что такое мейла? У нас есть запрет использовать что-то, посвященное в бета-микдаш для себя. Потому что он поменял один корбан на другой, что он сейчас выделил, но ничего не выиграл. Во-первых, этот корбан, его считается корбаном, но ему очищение не приносит. Он снова должен будет принести корбан, и мейла там не было. Почему? Когда мейла? Мейла, когда человек сделал это неумышленно. Он неумышленно использовал храмовый утвер, храмовых животных. Там он должен возместить ущерб, добавить одну пятую часть, и плюс принести за это корбан аша. Поэтому животное выделил для одного корбана, для другого корбана не имеет права его использовать. А что насчет денег? Может быть деньги он может использовать? Он выделил деньги для одного корбана. За то, что он поел запрещенный жир, хочет сейчас использовать для крови. Имеет или нет? Не имеет права. Даже если он эти деньги использовал, что он сейчас сделал? Он маал. Он из этих денег, сейчас действительно деньги были видны, они имели святость. Святость денег, не святость тела. Сейчас он эту святость перенес на что-то другое, на животное. Поэтому он, несмотря на то, что что он сделал сейчас, он здесь мейла сделал. Он нарушил этот запрет использования храмовых денег, храмовыми утварей. Все равно искупление он себе не получит, не имеет права использовать. Потому что в том же написано, аль-хататоп. Написано два раза, аль-хататоп. Аль-хататоп. Корбан, который он выделил, на какой грех? На этот грех может пойти этот корбан. На другой грех он этот корбан использует, не имеет права. Поэтому выделил корбан для греха с кровью. Только для крови. Для денег, только для денег. Это первый. А если для крови, для крови, а для хелева, для хелева. И то же самое с деньгами. Два раза хататоп. Один раз хататоп, чтобы показывать, что не имеет права выделить одно животное и использовать на другой грех. А второй даже деньги. Выделил для одного греха, для корбана. Хочешь использовать для другого, не имеет права. В конце концов, Брайта заканчивает тем, что вопрос, который у нас был. Животное с дефектом, оно является равносильно деньгам или нет? Да, говорит Мара, что она является равносильно деньгам, потому что его быстренько можно продать. Не нужно заждать, когда будет там дефект. На основании этой греха рассказывается вопрос, что Равозный Рего спросил вопрос. Человек во время Холокоста спас очень драгоценную сефертору от большого равена. Заплатил много денег. Потом он отдал эту сефертору своему равену, который был родственником того равена, чья была эта сефертора. Эта сефертора была у него много времени. Когда равен скончался, через много лет этот человек пришел забрать эту сефертору. Но его дети, дети равена, сказали, но это ты ее отдал, она уже переходит к нам по наследству. Правы они или нет? Сказал Робозный, что они не правы, потому что, скорее всего, когда он отдавал, он давал это просто на пользование. Потому что он хотел, чтобы это было у этого равена как что-то важное. Но он не думал ему отдавать. То, кроме этого, человек, который жертвует сефертору в синагогу, он тоже не думает ее отдать. Почему? Потому что он отдал эту сефертору, чтобы использовать митцву какую? У нас есть митцва 50 сефертору. Я не думаю ее отдавать, он хочет эту митцву исполнять. И каждый раз, когда он выносит эту сефертору, а эта митцва выполняется. Поэтому лучше дать ее на пользование, а не как подарок. Дальше, дорогимара. Теперь. На 24-м листе мы с вами прошли имяшную такую. Гаиша шенадра беназир ве хифриша эд бехемта ве ахарка хефер лабала. Женщина взяла на себя бед незерута. Выделила корбанод. А потом муж узнал об этом и отменил ее незерут. Тогда что получается с этими животными? Он может это незерут, во-первых, отменить или нет? Имеет. Когда муж имеет право отменить незерут, недр своей жены, в двух случаях. Первый. Это ину и нефеш. Когда это ее мучает, приносит ей страдания. И считается, что то, что она не может пить вино, это приносит ей страдания. И второе. Это когда мешает его отношения между ним и ей. Здесь это, по крайней мучение, ину и нефеш. Мучение для нее. Имеет право этот недр отменить. Теперь, что мы сказали? Что? Что происходит с животными, как мы сказали? Если выделены, и она выделила животное, смотря, если это были его, то они возвращаются, она не имела их пожертвовать и так далее. Наша мечта продолжает эту идею и говорит так. Раньше телефонов не было, имел не было, ватсап не было. Муж уехал куда-то, пока мужа не было. Жена приняла на себя незерут. На тридцатый день, когда уже все она закончила, и она уже в Бетамикдаше пришла с животными. Муж узнал, что она сделала, приняла незерут. Все остался в последний день. Говорит, мужчина, так. Он пришел в Бетамикдаше и говорит, слушай, я хочу отменить его незерут. Если еще кровь на жертвенник, после хотя бы одной, сколько жертвы она должна принести? Три. Если хотя бы одну жертву уже зарезали и кровью окропили жертвенник, это то, что мы читаем с вами утром. Матанахат, штематано. Да, мы говорим, что один брызг на жертвенник, как будто два. То есть на две стороны по углу обрызгивают, и на две стороны он переводится. Ты нажал, да, второй, Рахамин? Поэтому, что получается у нас? Если, говорит Анакама, животное зарезали, одного из трех барашков уже зарезали и окропили его кровью жертвенник, больше муж не имеет права отменять его незерут. Почему? Потому что, по мнению Танакама, когда же Гмара объяснит нам, как только окропили жертвенник, ей уже можно пить вино. А что ему сейчас отменять? Уже это нет у него страданий из-за разрешения пить вино, поэтому он больше отменять не имеет права. Так считает Анакама. Да, она будет приносить, но уже ей можно пить вино, это мнение Танакама. У нас есть здесь три мнения. Рабе Акива говорит, нет, даже просто зарезали этого барашка. Когда приносили курвалон в этом и даче, там было четыре действия. Первое, это зарезать. Второе, взять кровь. Третье, отнести эту кровь к жертвеннику. И третье, и четвертое, это жертвенник этой кровью окропить. Рабе Акива говорит, просто зарезали этот курбан. Все, больше не имеет права он отменять этот ее недр. Мы посмотрим, Гмара объясняет это из-за того, чтобы уже этот курбан зарезали. А сейчас он недр отменил, этот курбан стал бесхозный, ненужный, чтобы вот этого не случилось. Говорит, Рабе Акива, все зарезал. Не отменяй недр, чтобы курбан не стал ненужным. Как бы там ни было, Гмара дальше нам говорит так. Что Гмара объясняет, чтобы он не пропал, Гмара объясняет так. То, что Танакама говорит, Почему после окропления кровью муж не имеет права отменить ее недр? Потому что уже можно ей пить вино. И это уже начинается, что она назир, и у нее нету иной нефиш страданий для ее души. Поэтому, по его мнению, один курбан принесли из трех, она отменил, уже незеруд закончился, имеет право пить вино и так далее. Но, Лахар Шхита Мефер, но если зарезали барашка всего лишь, но еще кровью не окропили, имеет право муж отменить ее незеруд. Почему? Асура Абехамра, потому что ей до сих пор нельзя пить вино, незеруд еще не закончился. И это у нее иной нефиш, так как ей запрещено пить, поэтому муж может отменить. Отсюда Хахамин спрашивает, когда мы говорим, что человек мучается из-за своего недра, женщина мучается и так далее. Сколько времени это мучение должно длиться? Отсюда мы видим всего лишь несколько минут. Зарезали барашка, через несколько минут, через минуту уже окропят жертвенник. И все равно Танакама говорит, он еще не имеет права отменить ее недр, потому что ей еще нельзя пить вино. Это одно из записаний. И Сфата Мед говорит, смотри, она уже здесь 30 дней, как минимум она была на зерах, 30 дней она уже не пила это вино, 30 дней она мучилась этим. Поэтому не совсем можно отсюда это так до конца выделить. Теперь. Дальше, что говорит Раби Акива? Раби Акива говорит, Лахар шкита нами, Лахар шкита нами, Эйно мефер. Афил нишката алея эхад, Миколе беймот, Эйно ехол лафер. Зарезали барашка, нишката алея эхад, говорит уже все, Раби Акива не имеет права отменять. Почему? Несмотря на то, что она ей запрещена пить вино, как мы сказали, он согласен с Анакама, что зарезали барашку, кровью не окропили, еще пить вино нельзя, еще стил нэдерше и нуй, но, эйно мефер, мишум хефсет кодашим, чтобы мы не потеряли это животное, которое уже принесли как корбан, поэтому что получается у нас так. Шахат, хатат, береша, когда это работает, теперь Габи Акива говорит так, тогда зарезай этого животного, пусть он сделает корбан, когда, теперь у нас, когда мы режем животное, какой-то коэн или простой человек может зарезать бетами в дашей животное, должна быть правильная корбана. Шламим для шламим, ола для ола, хатат для хатат, там должна быть правильная корбана. Когда окропляет жертвенник, тоже должна быть правильная корбана, для какого корбана он это окропляет. Но здесь Габи Акива говорит, пусть тогда, по мнению Вереби Акива, он окропит жертвенник не для этого корбана. Как так можно сделать? И говорит Габи Ака Source, что есть у нас шалме цибу, корбан шламим, который приносит за всю общину, это когда? два хлеба и приносит барашков. Как вы видите, сегодня в Израиле учатся люди, как делать с корбаном, без раташе, маше, как завтра придет. Мы должны знать, что и как это леха. Но по ним они испекли, барашков возмахают, как бы там ни было. Вот там, если этого барашка зарезали с неправильной корбаном, или зарезали раньше времени, до праздника Шивот, или после праздника Шивот, что делать? Чтобы этот корбан не испортиться, говорит Мара, пусть жертвенник окроплят кровью, даже не во имя этого корбана, это сработает, и это мясо можно будет кушать. Давай, Рахмей. Но, говорит Мара, в Шаббат, пусть такой корбан, если заслужил в Шаббат, его кровью не окроплят жертвенник. Почему? Одно из записаний это тикун, что значит, до сих пор нельзя было это мясо кушать, а сейчас можно. Например, человек, у которого мясо нужно его засолить в течение трех дней. Он забыл засолить. Третий день в Шаббат. Что ему делать? Теперь надо это мясо замочить. Что надо ему делать? Сейчас надо это мясо вытащить, положить в раковину и помыть над этим мясом свои руки. И так побочно он это мясо замочит. Но некоторые говорят, что это нельзя делать, потому что сейчас он это мясо исправил, сделал тикун. И здесь в Шаббат говорят, ты напортил такой корбан, неправильными мыслями его зарезал, в Шаббат не окропляй. Потому почему? Возможно, это тикун. Другое объяснение, что так и так ты это мясо в Шаббат не сможешь повесть. Но если окропил этой кровью, в Моце Шаббат можно будет куски этого мяса, этого корбана сжечь. Теперь, как бы там ни было. Отсюда увидим, что можно было окропить даже с неправильной команой. Говорят, да, на какие корбаны это действует? На корбан Ола и на корбан Шламим. Но если первый корбан, который принесли за нее, был корбан Хатат, тогда уже все, песенка спета. Невозможно сделать это окропление кровью не в честь Хатата, и этот Хатат останется. Потому что Хатат, Шилол, Лишма, пасуй. И все. И так мы потеряем кодушник. Поэтому Раби Акива говорит, когда он говорит, в случае, когда первый корбан из трех, которые зарезали, какой это был корбан, это был корбан Хатат. Его невозможно исправить. Если бы это был корбан Ола или корбан Шламим, его можно исправить, что я подумал, что открепляют для чего-то другого. Корбан Хатат уже все. Шахат Ола Ушламим Мефер, мы сказали, но если первый корбан был Шламим, Ола, пока не обрызгали жертвенник кровью, и можно этот недор отменить. Это два мнения Танакама и Раби Акива. Танакама говорит, когда имеет право отменить, после окропления жертвенника кровью, Раби Акива говорит, только до шхиты, после шхиты уже не имеет права. Раби Лезер говорит, он может отменить, пока она свою полностью незередную закончила. Когда незередную закончила, когда она принесла все три корбанот, и когда подстрелила свои волосы. Только потом ей можно будет пить вино. Поэтому пока она этого не сделала, Асура Бехамра говорит Раби Лезер. Это третье мнение, самое строгое, вроде бы, что до принесения всех терров корбанот муж не имеет права отменить. Продолжает Мишна и говорит, как мы сказали, говорит Мара все, что мы говорили теперь. Есть два случая, когда эта женщина или Назир должен принести корбан. Если незеруд закончился, как с вами говорили, он приносит три барашка. Это когда он закончил свой незеруд в чистоте и святости. А если осквернился мертвецом, тогда приносит две птички и приносит барашка. Поэтому все, что мы сказали до этого, что он имеет права отменить только до окропления крови и так далее, когда это? Это когда она закончила свой незеруд в чистоте. И это сейчас она заканчивает его. Но если она осквернилась, тогда даже если корбанон принесли, пока она не подстриглась, муж имеет право отменить ее недер. Он может сказать, как мы дальше посмотрим, мне нужна жена Фантомас. Мне не нужна лысая жена. Как мы дальше посмотрим. Но сначала Мара говорит, что здесь, что здесь, что муж может сказать, мне не нужна жена Менуэль. Что-то Менуэль вроде отвратительная. На самом деле, Хамин говорят, что здесь имеется в виду, что я не хочу, чтобы моя жена страдала. Чем она будет страдать? Сейчас она осквернилась. Правильно? Сейчас она пострижется. Она снова должна, как минимум, 30 дней не пить вино. Это для нее мучение. Я не хочу такое. Поэтому, пока она не постриглась, муж имеет право этот недер, этот ее незеруд отменить. Как мы сказали, после окропления крови, если она закончила свой незеруд с чистотей, не имеет права отменять, потому что уже ей можно пить вино, если она закончила. А если нет, даже когда кровью окропили жертвенник, когда она принесла корбонот, из-за того, что она осквернилась и должна будет начать незеруд с начала, даже после окропления от жертвенника кровью, в этом случае муж имеет право отменить ее недер. Дальше говорит, Рабимейр умир аф бетиглахата тахарая фершу яхоломар и ефши бейша мегалахат. Рабимейр говорит, нет. Даже когда она принесла корбонот, когда закончила назилу так, как надо, в чистоте и святости, и она все, что ей осталось подбриться, Рабимейр говорит, муж может отменить, потому что муж может сказать, мне не нужна лысая жена. Мы сами говорили, там броют под нулевку. Поэтому говорит Мора, ле ахар зерка мефер не зеруд де варимше бенолевина. Даже после окропления он отменяет ее на зеруд. Почему? Потому что это то, что мешает его отношению с ней. Теперь говорит Мора, Танакама и Рабимейкива не согласны с Рабимейром. Почему они скажут, ле ахар зерка и но мефер после окропления крови не имеет права отменять. Почему? Потому что это уже не считается то, что мешает его отношению с ней. Почему? Потому что она может одеть парик. Можно одеть парик или нет? Может одеть парик. А Рабимейр говорит, мне не нравится парик, парик. Она потеет, он в грязь собирается и так далее. Парики за ними очень хорошо нужно ухаживать. Голову человек может помыть, волосы может помыть. А это, поэтому говорит Рабимейр, мне не нужен парик. Мне не нужна лысая жена. Поэтому даже после окропления жертвенника кровью говорит Рабимейр, имеет право человек отменить недор своей жены. Давай, Рахан. Мы еще к Рабимейру вернемся в конце урока, но как бы там ни было. Следующая вещь на говорит так. Мы с вами уже эту мечту в принципе проходили. Здесь она записана. Отец может сделать своего сына Назиром, но мама не может сделать своего сына Назиром. Теперь. Когда это работает, когда не было как сказать МХА. МХА это что человек не было несогласия. То есть, как это может проявиться несогласие? Кейцат. ГИЛАХ ОШИ ГИЛХУ КЕРУВАВ. Или сам мальчик побрился и сказал я не хочу быть Назиром. Может, что папа сказал, что я буду Назиром? Я не хочу быть. Или его родственники его подстригли. МХА ОШИ МИХУ КЕРУВАВ. Или даже словесно сын сказал я не хочу быть Назиром. Или родственники его сказали мы не хотим, чтобы он был Назиром. Назирут отменяется. Теперь. Интересный вопрос задают. Мы с вами говорили, что Шимуэль Анави тоже был Назир. Кто его сделал Назиром? Его мама. Что Мишна сказала? Мама не может сделать Назиром, а кто может? Только папа. Одно из объяснений, которые говорят, что когда Шимуэль родился, Эль Кана говорит своей жене давай пойдем в Мишкан. Она говорит, нет, пусть он вырастет, а потом я его приведу туда и отдам на служение Всевышнему. И тогда он там ей говорит, окей, делай с ним что хочешь. То есть, он ей дал разрешение и она могла сделать его Назиром. Это одно объяснение. Другое объяснение, что Шимуэль родился благодаря молитвам его мамы. И здесь, скорее всего, у него было разрешение сделать его Назиром. То есть, выходит, он уже был Назиром с детства, он прожил 52 года и все это время, по всей видимости, он был Назиром. Как бы там ни было, говорит Гмара, а что если папа теперь? Окей, папа сделал своего сына Назиром. Вопрос, который задают коммитаторы Гмары, что с какого времени мальчик становится Назиром? С какого возраста папа может его сделать Назиром? Год, два, три или даже до рождения, например, отец может осветить свою еще не родившуюся дочь кому-то в жены, до того, как она родилась. А это вопрос, который разбирается. Окей, папа сделал мальчика Назиром. Кто его корбонот приносит? Папа. Папа выделил корбонот. Он выделил корбонот, а мальчик сказал, я не хочу быть Назиром, что с этими животными получается? Мы сказали, если мы фурешит, есть эти животные, он уже распределил этот хатат, этот барашек ола, этот шламим, хатат тамут, хатат остается умирать. Почему? Потому что уже нету хозяина у этого корбона. Мальчик был Назир, больше не Назир. За кого приносит корбон хатат? Ва ола тикарев ола, корбон ола, приносит как корбон ола, ушламим, и криву шламим, вене халим леом ехат, венан туним лехем. А шламим приносит как корбон шламим, но обычно корбон шламим едят два дня и одну ночь. Здесь едят только один день и одну ночь, и обычно шламим от Назира приносит хлеб, здесь хлеб не нужен. Почему? Написано там что этот хлеб должен принести в Азамахате или был принесен на ладонях Назира. Сейчас Назира нету. Это если он выделил животных. А если он выделил деньги, то же самый закон. Если эти деньги он просто выделил 300 долларов, 100 долларов для каждого животного, но какое 100 для какого животного не определил, все эти деньги идут на в копилку бета-мигдаши, из которых покупает корбонот, чтобы жертвенник не пустовал, все это будет корбон олад недава. Но если он деньги распределил на каждого барашка, деньги, которые он выделил на корбон хатат, определил их, выбрасываются в мертвое море. И нельзя их использовать, но если использовали, не нарушили запрет ми-ила, то есть запрет использования храмовых животных, храмовые утренние утверли для себя, потому что куда эти деньги нужно было выбрасывать в мертвое море. Поэтому не нарушили запрет. Деме ола, явиу ола, умолин баен. День, который он выделил на корбон ола, тогда приносится корбон ола, и человек не имеет права их использовать для себя, а если использовал, нарушил запрет ми-ила, потому что этот корбон должен был быть принесен на жертвы. Деме шламим, день, который он выделил на корбон шламим, явиу шламим, в неяхалим на деньги шламим приносит корбон шламим, можно кушать его один день и одну ночь, никак два дня, и хлеб с ними не приносят, и в корбон шламим законами и ла нет. С нашего места обсуждается основное обсуждение вопросов, можно ли одевать парик или нет, и может ли муж запретить своей жене стричь свои головы или нет, или может у нее заставить как-то. Есть разные общины, есть, собственно, несколько хассийские общины, в которых женщина перед погружением в миг, когда она выходит замуж, она состригает все свои волосы. Теперь парик можно одевать, но есть, которые говорят,